Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Джубкаев и коротко о главном. На зарядку становись! Глава республики принял участие в массовой утренней зарядке во Всемирный День Здоровья. В Черкесске проходит выставка заслуженного художника Карачаева Черкесии Елены Кордюковой. В детской художественной школе представлено более 40 картин. Уже зовет меня в полет мой параплан. В Тиберде прошел чемпионат России по сверхлегкой авиации. После года пандемии сегодня в Черкесске в 9.00 откроется традиционная весенняя ярмарка. Впервые она пройдет на территории агропарка в микрорайоне Северный по адресу улица Свобода, 62. Жителям и гостям столицы республики будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Товары будут реализовываться по ценам на 15-20% ниже рыночных. Также сегодня на территории Черкесии будет организован регулярный транспортный маршрут с табличкой «Ярмарка Агропарк», который будет доставлять жителей и гостей Черкесии на место торговли. Во Всемирный день здоровья глава Карачаева Черкесии Рашид Темреза в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» принял участие в массовой зарядке жителями региона. Помимо этого он осмотрел оснащенность парка необходимыми площадками для активного отдыха. На зарядке с главой республики побывал и Алихан Лепшоков. Одно из популярных увлечений у жителей республики – велосипедный спорт. Поэтому сегодня сам глава Карачаева Черкесии Рашид Темреза вместе со спикером парламента и членами правительства решили прокатиться на велосипеде и проверить условия для занятий этим активным видом спорта. В принципе комфортных условий пока еще очень мало для велосипедистов. Хотя это увлечение у многих на сегодняшний день достаточно популярное. Поэтому есть над чем поработать, посмотреть вообще на будущее. Нам везде в парках культуры, отдыха надо предусматривать велодорожки. Поздравляю с Днем Здоровья, занимайтесь спортом, желаю всем крепкого здоровья. Также Рашид Темреза вместе с жителями Черкеска принял участие в массовой утренней зарядке. Спортивные упражнения продемонстрировал посол ГТО по Карачаевой Черкесии, участник Олимпийских игр в Пекине на Урус Темрезов. Нагружаем, чуть-чуть нагружаем. Раз, два, три, четыре. А теперь велосипед был, а теперь кафаев друг на друга. Раз, два, три. Рашид Темрезов, спикер парламента и представители Кабмина активно выполняли все комплексы упражнений. Утренняя зарядка укрепляет и развивает мышечную систему, повышает жизнедеятельность, но самое главное – повышает трудоспособность перед началом рабочего дня. В завершении глава республики вместе с участниками утренней массовой зарядки сделали общее фото на память. Али Халибшоков, Али Бастана, Вести, Карачаева, Черкесия. Почти середина апреля, но погода внесла свои коррективы в весенние полевые работы. Сейчас прогноз погоды на выходные дни. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Хирургия катаракты и глукомы. Мастер прикладного искусства, который так ярко и живо передает прекрасные пейзажи природы. В Черкесии проходит выставка заслуженного художника Карачаева Черкесии Елены Кордюковой. На базе детской художественной школы представлено более 40 картин. С творчеством художника поближе познакомился и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Она умеет находить те чудесные краски, которые так живо могут передать живописнейшие пейзажи. Заслуженный художник Карачаева Черкесии Елена Кардюкова не просто живописец, но и мастер прикладного искусства. Особенно впечатляет ее работы из войлока, где ярко отображена красота нашей природы. Поздравить Елену Федоровну пришли друзья, коллеги, ученики и представители мэрии Черкеска. От лица мэрии города Черкеска поблагодарить вас за такую приятную феерию, можно сказать, при знакомстве с вашей выставкой получаешь море удовольствий, впечатлений, улыбок. Хочется пожелать вам вашей творческой деятельности побольше талантливых учеников, успехов вам, идей, впечатлений, и чтобы все они притворялись в такие замечательные картины, пейзажи. Также от регионального отделения Союза художников России виновницу торжества поздравил председатель данной организации Халис Атаев. Он подчеркнул, что Елена Кардюкова передает свое мастерство и опыт подрастающему поколению. И сегодня в ее работах можно увидеть славянские мотивы в сочетании красоты родного края, которые так открыто передают настроение самого художника. Мне кажется, этот художник является уже думающим художником. Таких художников обычно называют думающим художником, потому что они создают из каких-то мифических сказаний и тому подобных вещей, из символических знаков, какие-то новые необычные произведения. Елена Кардюкова вот уже много лет преподает в детской художественной школе Черкесска. Ее также поздравили выпускники и самые преданные ученики. «Я каждый раз стараюсь искать новые тона, дабы передать живость и глубину тех мест, где я бываю по работе», отмечает Елена Федоровна. «Зима, мягкость, сказочность какая-то, легкость, тепло. Опять же, материал, он же теплый сам по себе. Мягкость снега, это же тоже теплый какой-то такой, хотя у снега холодный, да? И вот этот желтый цвет, он, конечно, передает. Это определенный характер работы какой-то. А если, например, ты пейзаж хочешь передать, хочешь, не хочешь, все равно приходится приблизительно к цвету подходить более осторожно, что ли». Прекрасный педагог и мастер своего дела. Так можно характеризовать Елену Кардюкову, которая и сегодня продолжает радовать своими творческими работами ценителей изобразительного искусства. Алина Халебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Электроплан. Эту книгу презентовали в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина в рамках открытия недели детской книги. В представлении научно-художественного издания приняли участие постоянные читатели библиотеки, учащиеся девятых классов пятой гимназии города Черкеска. Мероприятие направлено на популяризацию детской книги, также привлечение к чтению. Альбина Ламкова продолжит тему. Издание «Электроплан» посвящено столетию плану государственной электрификации России. Информация рассчитана для учеников средних и старших классов. Книга издана в рамках благотворительной программы «Паурус Гидро» в сотрудничестве с Фондом содействия развития детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Несомненно, что в наше время, когда постоянно идут поиски энергии, которая сохраняла бы окружающую среду, очень важно получать для библиотек подобные книги. Мы активно сотрудничаем с Республиканской детской библиотекой. Библиотека замечательная, очень креативная. Здесь проводится очень много мероприятий. Вот эти ребята, наш класс, они постоянные участники. И сами участники помогали педагогу презентовать книгу. Гидроэлектростанции до сих пор работают и вырабатывают электричество для наших домов. Мне стало интересно, и я хотел оказаться хотя бы возле некоторых из них. Итак, началось увлекательное путешествие старшеклассников по регионам, где расположены гидростанции, геотермальные, тепловые и солнечные электростанции «Росгидер». Ребята рассказали о невероятных приключениях, описанных в книге школьникам Светлячковым и инженером Бобровым, о разных исторических периодах и видах генераций, современных направлениях выработки и сохранения энергии. Надо сказать, что с научным изданием все школьники ознакомились уже дома. Особый интерес вызвала книга у Вячеслава Колесникова. Он в будущем планирует связать свою жизнь с энергетикой. Не часто дети выбирают такую профессию. И я считаю, что благодаря этой книге многие дети смогут определиться со своей будущей профессией. Книга «Электроплан» в свободной продаже не появится. Получить уникальное издание можно будет, участвуя в конкурсах и мероприятиях, организованных Карачаево-Черкесским филиалом «Росгидера». Благотворительные программы «Росгидера» с фондом «Дом детской книги» выпустили уже 8 научно-популярных и художественных книг для детей и юношества. Цель проекта – это стимулировать подрастающее поколение к истории страны, к науке, а также к техническим профессиям и в целом к электроэнергетике. Стремясь быть социально-ответственной компанией, «Росгидера» реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах, где есть предприятия компании. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Скорость и стремительный полет. В Тиберде проходит чемпионат России по сверхлегкой авиации. В Карачаево-Черкесию приехали более 30 парапланиристов из разных регионов нашей страны. За красотой полета наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Соревнования для тех, кому не страшен полет с огромной высоты. Участие приняли спортсмены из разных городов России. От имени министра спорта России Олега Матыцына всех участников чемпионата поприветствовал главный судья соревнований Игорь Казаков. Он отметил, что сегодня спортивная дисциплина параплан, скоростное парение набирает популярность не только у нас в стране, но и по всему миру. И такие чемпионаты способствуют развитию этого экстремального вида спорта. Примечательно, что это соревнование проходит, как я уже сказал тоже, непосредственно в новой локации, именно здесь, в Тиберде, гостеприимной Карачаево-Черкесии. Красоту, которую вы можете созерцать, для местных жителей, наверное, это несколько приелось, а для нас это не передать словами, насколько это здорово. Также отмечают то, что скоро времени здесь, в Карачаево-Черкесии, и надеются, и они примут все усилия, я уверен, что пройдут международные соревнования с самого высокого уровня. После открытия чемпионата для участников провели инструктаж и объяснили траекторию полетов по Тибердинскому ущелью. По горным дорогам наша съемочная группа вместе с участниками отправилась к месту старта. Здесь открывается панорама на живописнейшие пейзажи, и хоть апрель, дух зимы здесь еще чувствуется, а на самой высоте, как на ладони Тиберда. Мы сейчас находимся на высоте 2600 метров. Это гора Лысая. Отсюда совсем скоро будут стартовать участники чемпионата на своих парапланах. Участники ждут специальных погодных условий, чтобы стартовать и набрать необходимую высоту. В этой спортивной дисциплине важно, используя воздушные потоки, пролететь определенную траекторию. Нам нужно, используя энергию природы, восходящие потоки теплого воздуха или восходящие потоки ветра преодолевать большое расстояние. Вот на сегодня задача поставлена пролететь 28 километров и вернуться обратно. То есть мы с помощью специальных приборов по навигации летим, берем определенные точки и возвращаемся к финишу. И вот кто быстрее эту задачу выполнил, тот и победитель. Ощущения и настроения восхитительные. Я в предвкушении нахожусь, потому что здесь, во-первых, очень красивые горы, добродушные и гостеприимчивые люди. И вот, подобно Орлам, участники поднимаются ввысь и так искусно управляют парапланом, проходя свой намеченный маршрут. Каждый должен пролететь дистанцию 30-50 километров и первым добраться до финиша. Организаторы чемпионата отмечают, что в этом виде спорта главное не только быстро долететь до финиша, но и преодолеть все точки маршрута. Будут в воздухе ставиться поворотные пункты, которые они должны взять. И выиграет тот, кто быстрее пролетит дистанцию. Кто первый будет на финише, тот получает максимум баллов. И, в принципе, задача очень быстро летать и очень быстро набирать высоту. Долететь до финиша, взяв все необходимые точки маршрута, и прилететь на финиш. Все это фиксируется на GPS-навигатор, и потом компьютер это все считает. Чемпионат будет проходить в течение 10 дней, и после проведенных полетов определят победителя и призера в соревновании. Алихан Лепшоков, Расул Берди, Вести Карачаево, Черкесия, Тиберда. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова